что сегодня у нас у нас сегодня немножко солнышко есть уже все дело к весне повернула в городе кроме тревог все тихо тихо спокойно жизнь идет своим чередом транспорт ходит хорошо у кого есть работа ходят на работу у кого нет работы ищет работу что у нас в городе с работами работ навалом ну каких ну допустим вот для такой как я женщине которой за до уже таком возрасте просто так без опыта работа на какую могут взять или с тем опытом шоу что у меня таких работ уже нет все по закрывалась все по камешкам разобрали и таких работ нет а все остальное опыт хорошо без опыта швабры да ну даже швабры вот я зарегистрировала себя уже кстати очень давно и резюме мое там болтается work я и еще там один как-то джо был или как-то называется давным-давно мое резюме этом болтается только один раз был мне звонок поработала я у тех людей чудесно но марте 22 года мне сказали извини марина ты не нужно мы переходим на домашние домашнюю работу онлайн для тебя ничего нет и все так а так какие работы то менеджеры тоже пишут там сейчас же возраст как возраст они с нимиют право писать понимаете как бы что вот не берем по по такому то потому что вам столько-то лет но я же вы думаете что вот так вообще не в курсе что это и чего это вот я допустим звоню говорю к вам можно прийти по поводу работы да конечно называют адрес я верю то-то то-то да то-то то-то прихожу они на меня только смотрит ой ну вы понимаете я все понимаю расскажите сразу по возрасту ну да почему вы по телефону это не говорите но они все отмолчатся в одном месте меня только сказали что мы не имеем права человеку отказывать из-за возраста ну вот так в прямую понимаете поэтому они начинают там а у вас есть опыт работы а где вы до этого работали а где вы живете у это вы еще так далеко живете с пересадками будете к нам вот это вот типа там ездить ну и все как говорится этих вариантов вроде как и миллион но на самом деле остается пшик на хорошую работу вы сами понимаете можно устроиться только если тебя за ручку привели как я в одно место когда-то зашла я верну не сказали что у вас здесь пустое место она мне говорит как вы считаете вот у меня родственники есть ну конечно знакомые друзья верну конечно есть как вы думаете это на это место предложу сразу кому-то со своих или я вот так вот вам незнакомому человеку ну спасибо что хоть откровенно ответили а то везде знаете как отвечают мы вам позвоним мы вам позвоним только вот так в одном месте откровенно мне она ответила хорошо в частном доме хорошо когда хороший хозяин такой с деньгами с руками что-то может построить что-то может подрезать подпилить деревья тут насыпать или привезти или нанять бригаду а так конечно в частном доме кто-то женщина допустим там до одинокая что нас может сама потянуть если еще и возрасте крыша течет забор валится что собачкин вот так ты весело прыгал вот так ты весело прыгал вот так ты прыгал да да тебе скучно вот так ты прыгал скажи кто вы такие еще вы такие а я что так на плече но хорошо слушайте такой воздух свежий просто идешь и кайфуешь кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем вот это сегодня занималась но пока не дошила пока не дошила пока пока еще все в таком разобранном виде курточку ну что-то уже вырисовывается привет целый день спишь да не надоело спать целый день скажи а что делать мышей нет ловить нечего и некого да скажу ну что же делать приходится спать до китя 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 вот эта радость в доме китя китя ой что-то сегодня я вам даже и не показывала что я целый день делала вот так только вечером знаете выглянула в окошко сейчас а так ну что занималась своими делами в интернете кое-какую информацию там искала тоже сидела знаете надо было перелопатить это хочется найти какую-то подработку такую знаете раз в неделю такого нигде нет раз неделю куда-нибудь бы я сходила такого нигде нет то по дому занималась там то шила то вязала то убирала то стирала то складывала это уж на улицу вышла чуть-чуть прошлась тоже в одно место надо было сбегать туда сюда и вот уже и вечер наступил ой только сейчас в новости заглянула что-то в никополе этот эпицентр огромный магазин разрушен что-то представила наш эпицентр жалко было бы я обожаю эпицентр а давно кстати я там не была это ж на тополе у нас да не у нас еще где то есть по моему эпицентр по моему там за городом где-то туда неудобно добираться как-то надо прокуляться пойти посмотреть что-то в магазинчике что там интересненького посуду мне нравится смотреть обои хоть я их покупать не буду но буду представлять что какие бы я обои хотела у себя на стенах видеть или кафель красивый или там на полы покрытие какое-нибудь посуды полно красивой ну ты смотри и гудит и гудит и гудит и гудит слушать а холодно что-то уже или все закрываюсь да еще больше прям за выложу то то ну хватит все понятно все мы уже поняли